Всем привет, с вами Наташа, и в этом видео я покажу вам нашу одежду с Алиэкспресс. Нашу, то есть в этом видео, как вы и просили, будет также мужская одежда. Руслан будет в роли модели, поэтому с вас лайк сразу же, чтобы его поддержать в этой роли. И давайте начинать! На мне коричневая шуба-чебурашка, как я ее привыкла называть. Она у меня уже очень давно, многие из вас ее видели на моих фотографиях, и я тоже оставлю на нее ссылочку в описании. Причем приобретала я ее за 6500, а сейчас она стоит 8000 рублей. Я вообще заметила, что многие товары на Алиэкспресс постепенно, потихоньку дорожают. Вот даже взять, к примеру, эту ушанку. Я приобретала ее за 800 рублей, а сейчас она стоит 1000 рублей. И, кстати, на сайте есть разные цвета. Ушанка очень теплая, очень удобная. Единственное, коричневый цвет, по-моему, слегка отдает в зеленый. Но никто этого не замечает, ни в сторис, нигде. Всем она очень нравится. Когда я в этой ушанке, я всегда получаю комплименты. Ее ушки, кстати, можно завязать с обратной стороны, и получится такая шапка в стиле Ипполита. У меня ассоциация именно с мужскими шапками-ушанками. Но при этом она такая объемная, и мне нравится, как она смотрится и в таком виде, и со свободными ушками. Шуба, кстати, довольно теплая. Я ношу ее и в минусовую погоду. Материал вблизи выглядит таким образом. А еще на мне очень классные перчатки. Они безумно теплые. Я их брала не на Алиэкспресс, а на Wildberries. Если они еще в наличии, то я оставлю вам артикул и ссылочку. Эти перчатки мне нравятся тем, что изнутри они очень-очень мягкие. Помимо бежевых, у меня есть еще черные. И, по идее, там сенсорные пальчики. То есть, можно пользоваться смартфоном на улице. Но, честно говоря, эта функция немножко тупит, и в этих перчатках я все-таки им не пользуюсь, потому что работает через раз. На ногах у меня бежевые ботинки из кожзама за 3070 рублей. Простые лаконичные ботинки со шнуровкой. Но в этом и минус, потому что нет молнии сбоку, и каждый раз приходится зашнуровывать. Тяжело вставить ногу в ботинок, тяжело достать ее из него. Но при этом смотрятся они именно так, как я хотела. А еще у них внутри есть мех, причем на сайте можно выбрать вариант с мехом, либо без, и еще они есть в черном цвете. Я взяла размер 38, и он мне хорошо подошел. Теперь давайте посмотрим на костюм. Толстовка сейчас как раз на мне. Она стоила 2080 рублей, а штаны стоили 2000 рублей. И то, и другое в размере М. И на сайте все это указано, как мужские товары. Но я бы сказала, что скорее это унисекс, потому что в комментариях очень многие девушки покупают эти толстовки и штаны. Цвет бежевый, но он слегка отдает в желтизну. Я приобрела этот костюм после того, как Руслан купил несколько удачных вещей такого плана для себя. И теперь у нас можно сказать фэмили-лук, потому что такая же толстовка есть у Руслана. И вы много раз видели ее в видосах, он ее очень любит. И многие писали, сколько можно уже ходить в одной толстовке, поэтому мы купили ему еще толстовок. Скоро увидите. Ну а я костюмом осталась довольна. Он теплый, приятный к телу, комфортный. Изнутри у него флисовый материал, то есть он хорошо подходит для зимы. Вот так наверху выглядят штаны, то есть они завязываются на шнурок. Сбоку есть декоративные полоски вертикальные. Возможно, штаны сидят слишком объемные из-за того, что все вот это оверсайз, и меня слегка увеличивают. Пишите, кстати, в комментах, считаете вы так или нет. Но мне кажется, для комфортного костюма такой размерчик и оверсайз это то, что нужно. Кстати, толстовка Руслана размера XL, она немножко отличается от моей. У Руслана на веревочках внизу металлические наконечники. Мне кажется, они круче, чем пластиковые запаянные в тон костюма, как у меня. Также я приобрела зимние черно-белые кроссовки за 3456 рублей. На сайте они были также представлены в коричневом цвете. Я взяла размер 7,5, и они мне подошли, но прям впритык. Кроссовки на ноге удобные, материал у них похож на замшу, и удобно то, что у них есть липучка. То есть не только шнуровка, но липучка, и ее хватает для того, чтобы снять ботинок, надеть его. Со шнуровкой не нужно заморачиваться. На ноге они удобные и комфортные. В этом образе на Руслане черные штаны и толстовка. Все это того же самого бренда, что мои бежевые штаны и толстовка. Только штаны мы покупали раньше, и они немножко отличаются. На них сбоку есть резиновая висюлька с бегунком и выделяющаяся яркая этикетка. Мы их брали за 1887 рублей. Они Руслану настолько понравились, что он даже взял несколько пар и носит их практически каждый день. Штаны размера XL. Свитшот черного цвета, тоже размера XL. Он без капюшона и стоил 1676 рублей. У него нет флисовой подкладки, в отличие от этой бежевой толстовки. То есть он не такой теплый. На нем надпись «Серфинг» и принт в виде белого мишки в плавках, в черных очках и с серфом. Причем он еще и на скейте. Этот мишка у меня ассоциируется с Русланом. Он любит кататься на доске летом, носить черные очечки и даже подобные шортики плавательные у него есть. И на этом свитшоте сбоку тоже есть яркая этикетка. На ногах у Руслана зимние кроссовки. Мы их тоже приобретали на Алиэкспресс. Они стоили 2343 рубля. Кроссовками Руслан доволен. Очень часто надевает их зимой. Они удобные, вроде как непромокаемые. Так что обувь на Алиэкспресс можно брать и можно носить не один сезон. Она довольно хорошего качества. То же самое можно сказать и про верхнюю одежду. Эту куртку Руслан носит не первый сезон. Очень ей доволен. И мне она нравится по сочетанию цветов черного и коричневого. Куртка размера XL. Стоила она 5400. Она довольно теплая, но, наверное, до минус 10. Если холоднее, то в ней, наверное, уже будет холодно. Также у Руслана есть черная толстовка наподобие бежевой. То есть она как раз с флисом, утепленная. Мы ее приобретали за 2080 рублей. Размер XL. Еще одна толстовка с ярким принтом от бренда Inflation. Все вот эти толстовки от этого бренда. Они, кстати, делают свои оригинальные принты, насколько я понимаю. Ничего не копируют. То есть не пытаются сделать копию какого-то известного бренда. И поэтому советую этот магазин. Много прикольных принтов. Например, вот на этой бежевой толстовке зеленая яркая надпись Make the great efforts, что можно перевести как приложить больше усилий. Надпись это наклейка на ткань, такая выпуклая и шершавая. И несмотря на то, что принты у этого бренда это наклейки, они хорошо выдерживают стирки и довольно хорошо носятся. И еще мне нравится фишечка на плечах этой толстовки. Здесь необработанные края ткани. Смотрится очень стильненько. А на рукаве прикольный зеленый ярлычок Tech Fake. То есть, понимаете, уровень самоиронии. Назвать свой товар фейком. И, кстати, эта кофта теплая. Внутри у нее флисовая подкладка. Тоже размера XL и стоила 2092 рубля. Толстовочка с капюшоном за 2222 рубля. И она размера XL без подкладки. Я выбрала бирюзовый цвет, но на сайте она еще есть в сером цвете. И принт гласит Don't say so much. Не говори слишком много. Также принт украшает радуга и звездочки. Такой яркий, веселый принт. Сама надпись немножко объемная, выпуклая. И по своему материалу она довольно сильно отличается от надписи на серой толстовке. Вот эта зеленая надпись на серой толстовке, она похожа прям на резиновые буквы. А здесь более традиционный такой принт, как на футболках с надписями. Очень надеюсь, что этот принт будет долго жить и не смоется. Ну что, как вам, Руслан, в роли модели? Ставьте лайки, если вам понравилось. И если хотите, чтобы он еще так снимался. Ну а мы переходим еще к товарам с Алиэкспресс. И это Бюстгалтер. Он стоил всего 252 рубля. Я уже не первый раз его приобретаю, и он изначально идет с поролоновыми чашечками. Но у них такая странная форма. Эти чашечки как-то странно ложатся на грудь. Поэтому я совершенно варварским методом их вырезаю из этого бюстгалтера. Здесь есть к ним доступ сбоку, и я просто отрезаю их ножницами. И остается вот такой бюстгалтер без каких-либо чашек. Он в любом случае удобный, хорошо держит грудь. Мне очень нравится. Раньше, помню, я всегда носила поролоновые бюстгалтеры с пушапом. А сейчас только такие. У него, кстати, регулируется длина лямок, как на всех бюстгалтерах. Для своей цены, по-моему, очень классный. И у меня еще есть такой бюстгалтер в черном цвете. Резиновые тапки за 580 рублей. Я взяла размер 38-39, 250 миллиметров, так было подписано. И я была уверена, что они мне подойдут, потому что у меня 38-й размер ноги. Но они мне прям впритык, даже немножко вылезают пальчики. Носить можно, но я бы взяла побольше на свой 38-й, имейте в виду. Цвет выбрала хаки. На сайте много разных цветов. И это такие тапки-лодочки, потому что у них, можно сказать, есть бортик. То есть ножка в них утопает. Они выполнены из резины и своими рельефами имитируют вязаную поверхность. В принципе, они удобные, выглядят мило, лаконично, стильненько, вписываются в интерьер. Так что тапочки мне понравились. Только с размером постарайтесь угадать получше, чем я. И еще на Алиэкспресс я собрала себе форму для занятия сквошем. Мы с Русланом играем в сквош. Иногда даже играем в бадминтон. В общем, я нашла для себя спорт, который меня не бесит. Мне нравится играть в сквош, поэтому я от него никогда не отлыниваю. Мы купили собственные ракетки, и я решила еще и приобрести одежду, чтобы чувствовать себя красиво, когда занимаюсь. Лишний стимул, так сказать, идти заниматься и не филонить. И я приобрела на Алиэкспресс теннисное платье за 1325 рублей. Я взяла черного цвета, но там есть и другие цвета, в том числе белый и розовый. Мне очень понравилось это платье. Оно выполнено из тянущегося материала, такого легкого. Мне кажется, многие из вас поймут, что это за материал. Из него обычно делаю спортивную одежду, спортивные топики. То есть такой прям струящийся, удобный. И мне понравилось то, что в комплекте с этим платьем идут шортики с карманами, куда можно положить мячик дополнительный или смартфон, пока занимаешься. Но, честно говоря, со смартфоном получается не очень, потому что я очень активно играю. И у меня он однажды вывалился из этих шортиков, поэтому я перестала его туда класть. Но в любом случае удобно, что у тебя под юбкой есть шорты, потому что иногда в процессе игры выдаешь какие-то пируэты, юбка задирается, и там есть шортики. Также я приобрела фитнес-повязку на волосы за 163 рубля. И эта повязка очень удобная, я ей действительно пользуюсь. Она представлена в разных цветах. Волосы зачастую лезут в лицо во время игры. Когда потеешь, они струятся по лицу, а здесь все убрано назад и не мешается. Также я приобрела напульсники за 154 рубля. Я раньше думала, что напульсники нужны для красоты, но теперь я понимаю, что они нужны для того, чтобы вытирать пот в процессе игры, который течет со лба. Но, на самом деле, я редко так сильно потею от игры, чтобы вытирать пот. И к тому же, когда я стала ими пользоваться, мне стало очень жарко. Эти напульсники выполнены из материала, как на полотенцах, и они очень греют мне руки. Не знаю, друзья, кто занимается спортом, расскажите в комментах, пользуетесь ли вы напульсниками. Все ли у вас с ними нормально, потому что я в итоге ими не пользуюсь. Еще на Алиэкспресс я приобрела пульсоксиметр за 892 рубля. Какие времена, такие и покупки, как говорится. Пульсоксиметр это штука, которая измеряет уровень кислорода в крови. И тем самым можно понять, все ли нормально у вас с легкими, если вы болеете простудным заболеванием, лишний раз перестраховаться. Так что теперь в моей аптечке есть не только градусник, но и пульсоксиметр. На сайте он представлен в разных цветах, и можно купить без чехла, можно купить с чехлом. Также есть экспресс-доставка. По экспресс-доставке ассортимент намного меньше, чем если заказывать из Китая. Я заказывала по экспресс-доставке вот такой белый пульсоксиметр с черным экраном. В комплекте у меня чехол, очень удобный, кстати говоря, и еще шнурочек серого цвета. Пульсоксиметр приходит без батареек, нужны две пальчиковые батарейки, чтобы его включить. Ну и, собственно, чтобы измерить уровень кислорода в крови, нужно его включить, положить внутрь указательный пальчик и ждать. Он измеряет не так, как градусник, то есть он не пиликает, выдавая конечный результат. Он показывает уровень насыщения крови кислородом, который может немножечко плавать. Вот сейчас он у меня показывает 99, 98, 97, но норма это как раз от 96 до 99, а справа он измеряет пульс. Ну и результатом по кислороду в крови можно считать среднее значение примерно за пару минут, что он показывал, и тогда уже понять, все ли у тебя в порядке, нужно трубить в колокола или нет. Мы когда болели, недавно как раз измеряли этим пульсоксиметром. На сегодня это все товары, ссылки на них будут в описании. Рассказывайте в комментах, какие товары вам понравились, что вы захотели приобрести после этого видео. До встречи в новых видео, желаю вам хорошего настроения и удачного шопинга. И всем пока-пока!